Здравствуйте! Сегодня хочу провести для вас видео обзор швейной машинки Genome марка машинки 419S, дробь 423S Итак, машинка Genome находится в удобном пластмассовом футляре имеет удобную переносную ручку футляр снимается значит, что мы имеем далее педаль со шнуром значит, у нас в самой машинке имеется педаль реверса что называется строчка вперед-назад при нажатии ручка выбора образцов швов также переключается в разных направлениях в переключении смещается педаль далее у нас имеется регулятор ширины стежка ручку при работе мы опускаем и у нас становится единая поверхность штопор намотки шпульки шпиндель намотки шпульки переключается вперед и назад вперед при намотывании и назад при смете шпульки в катушечные стержни две штуки и направитель намотки шпульки сюда запускается нить и направляет нитку на шпульку создает правильную намотку далее у нас здесь есть нитеводитель вот такой вот рычажок нитеводителя вот так он выглядит рычаг нитеводителя здесь имеется реле натяжения нити в зависимости от цифры нить натягивается более или менее при шитье вы увидите если у вас нить слабо натянута вы регулируете с помощью вот этого рычажка сбоку также имеется регулятор давления лапки на ткань он также имеет у нас три положения в зависимости от того какая у нас ткань мы выставляем давление лапки на ткань на передней панели вот этой на передней панели у нас имеется нитеобрезатель пришить я в ниточку нитку сюда поставили и обрезали нити у нас обрезаны имеется у нас нитеводитель имеется специальный крючок не знаю ли вам видно на кончике он находится вот такой маленький черненький крючочек который опускается в иголку он заходит в дырочку иголки вот так вот видите вы берете ниточку вставляете ее вот в эту щель и вытягиваете и таким образом нитка оказывается в иголке держатель прижимной лапки вот здесь он у нас находится при надавливании лапка отскакивает и когда лапка не раскронится вот мы смотрим при нажатии рычажка держателя лапки у нас отскакивает лапка таким же образом мы ее ставим и на место спольный стержень вот тут у нас такая закручиваем откручиваем 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 и лапка выпадает из этого стержня машинка имеет дополнительный столик вот такого плана в котором хранятся аксессуары к машинке при снятии дополнительного столика у нас образуется столик который называется свободный рукав с помощью этого столика мы можем обшивать рукава, калошвы и тому подобные вещи рукава, калошвы свободно находят на столик мы можем спокойно их перемещать по кругу при щеке и они нигде у нас не стопорятся что и упрощает нам нашу работу также дополнительный столик прижимаем его к машинке маховое колесо небольшое которое мы можем крутить и перемещать иглу ткань и анимат из ткани электроразъем электроразъем и включатель питания который тоже очень удобен и тем временем не работает нам не нужно машинку включать без розетки мы просто выключаем и так дополнительный столик аксессуары которые у нас имеют дополнительный столик лапка для автоматической петли с помощью которой мы очень легко можем сделать петельки под нужный размер пуговицы также у нас имеется 3 шпульки имеется вот такой вот спариватель спариватель шва если что то мы там где то не так зашили масло для промазывания специальная мини отверточка набор иголочек к машинке и несколько спец лапок значит вот такая вот лапка для подрубки края у нас имеется и есть еще у нас вот такая лапка вшивание молнии с одной стороны лапки нету и там где у нас грубый шов или молния упрощает нам задачу и мы можем спокойно подшивать молнию и вот такой вот есть направитель швов тоже вставляется дополнительно такая запчасть все их мы потом рассмотрим как они работают такая комплектация машинки джинот я ее пользуюсь уже около петель этой машинкой я очень довольна за это время она у меня целая работает хорошо так что выбор хороший итак дорогие друзья спасибо вам за внимание если вам понравился мой видео обзор ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока